Терра Инкогнито 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 сама она как бы как переводится вообще как волшебство, как колдовство, то есть еще как бы такое значение она имеет как всеведующий. Ну это как бы такая она считается как единая вот именно система знаний, которая вот именно дана была человечеству как бы по воле высших сил. В принципе магия она подразделяется немножко, ну то есть я даже может назову это как наука вообще, как связи и управление божественными и неземными силами. Маги, я занимаюсь короче как бы магией очень давно. Сколько лет вы занимаетесь, вы практикуете свое магическое искусство? Лет 25 где-то. Ого, это серьезный стаж. Плотно конкретно лет 20, но 5 лет как бы так, колебания. Ну как, получается? Это такая шутка на самом деле. То есть обычно когда я задаю там экстрасенсам или там гадателям, то есть всех так коробят, знаете, но это я так специально делаю, просто люди, которые уверены в себе, знаете, они вот как вы, они сидят так спокойно, говорят, сейчас продемонстрирую, получается или нет. Кстати, у вас, Инесса, сегодня будет очередная возможность это продемонстрировать. Мы сегодня с вами разложим колоду карт Ленорман и мы посмотрим, например, сделаем расклад на год, вот предсказания на год, вот, но об этом чуть позже. А я бы вот хотел узнать у вас, Инесса, как вы в первый раз вообще занялись магией, как вы поняли, что вы обладаете какими-то силами и когда вы стали к этому вообще искусству присматриваться, то есть, ну, ведь не каждая девушка и не каждая женщина, не каждый вообще человек обратит внимание на такие вот вещи, как магия, да, то есть это же, ну, это специальная вообще должна быть какая-то одухотворенная обстановка и в жизни, и в голове, это же целая тема. Расскажите про это, пожалуйста. Как вы к этому пришли? Ну, конечно, магией заниматься я не хотела. Ну, как сама, как говорится, судьба велела этим заниматься. У меня, в принципе, в роду занимались, как бы, бабушка, она очень хорошо гадала. И все время в детстве она просила просто-напросто меня, говорит, иди научу. Я отмекивалась, не хотела этим заниматься. Мне это было неинтересно. Она мне говорила, что пожалеешь об этом потом. Ну, не интересовало меня это вообще. Потом, получается, тетя вообще, она очень хорошо приема черной магией владела очень хорошо. Какая у вас была интересная тетя, однако. Нет, вы знаете, что она такие некоторые вещи, как бы, сделала для меня, это очень неинтересно было. Потому что она, как бы, ну, как вам рассказать, за мной человек ухаживал. И он, как бы, хотел просто-напросто, ну, конкретно, наверное, чтобы я была конкретно его на всю жизнь. Ну, человек, как бы, из воровского мира, как бы, нет, ну, кому хочется, как говорится, а я у нее была очень любимым ребенком, у нее детей не было. И она сказала ему, как бы, если хочешь просто-напросто нормально жить, ты будешь жить. Если не отстанешь от нее, тогда, короче, получишь. Ну, она, как бы, ему сделала нехорошее дело. Человека не стало. Но это, конечно, для меня это было, как бы, больно. Потому что я, как бы, в другом направлении. Для меня это, вообще, я всегда привыкла творить добро. А так, в принципе, мама всегда, она, в основном, как бы, и шептала. Ну, и все. У меня, как бы, исполнилось мне, где-то лет, наверное, 15-16, меня к этому ко всему потянуло. У меня были вещи, сны. У меня какие-то такие моменты были обстоятельные, которые, действительно, как бы, слаживались. Я вижу ситуацию, она сбывается. Или вот девочка или мальчик, какой у меня, как говорится, вот обидит, обязательно говорится с ним. Ну, то есть, как бы, я уже начала просто от этого, ну, как-то, дискомфорт чувствовать. А потом коснулась, как бы, ситуация. В первую очередь, я почувствовала ту покойную... Вот у меня она умерла, как бы, этой тетей, спокойно. То есть, она убрала этого человека, и следом она ушла сама. Ну, она, может быть, не поставила нормальную защиту себе или еще что-то. Но она, как бы, сказала, что... Она предупредила его. Она сказала, я уйду, и ты уйдешь вместе, если ты ее не оставишь. Ну, и все. И так вот, как бы, оно пошло, пошло, пошло. Потом я просто уехала, как бы, в другую страну. И это вообще у меня очень сильно начало, как бы, происходить. И просто у меня, как бы, родственники супруга, они говорят, ну, типа, а давай, вот, мы к соседям, как бы, к тебе приведем или еще что-то. Я с ними начала работать, начала, как бы, этот... И действительно, результаты были. Сначала начиналась... Сначала с энергии начиналась, то есть, лечила энергией. То есть, голова у кого-то болит, то есть, что-то, 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 с позвоночником, то еще что-то... А потом, постепенно, меня что-то это стало очень сильно интересовать. Так. Ну, и... Мы потом переехали сюда, получается, в Белоруссию, потом в Москву. И я, как бы, смотрю, то есть, как бы, как раз это 90-е годы были, это начало только-только процветать. Начали, как бы, появляться этот... Я, как бы, ну, ко мне, меня ко всему этому тянула, начала тянуть. И все, я, как бы, чтобы просто как-то это легализовать, я еще просто прошла какие-то определенные курсы. И плюс еще, то есть, как бы, технику какую-то прошла определенную. И все, это начало, потом постоянно заниматься. И вот что вы умели к тому моменту, когда вы открыли свой первый салон? Вы знаете, что умела, в принципе, все. Вот, ну, как-то мы, вот, спокойно, лонго, как бы, у нас немножечко техника с Юрой. У нас была похожая техника. Вы встречались, вы знали друг друга? Нет, мы один раз только, как бы, в Москве виделись, и все. Это у нас был, как бы, он приезжал в Золотой Свинск, в центр, там, и мы, как бы, ну, вот, мои там, друзья этот центр держали, он с ними, как бы, сотрудничал как-то. Да. Может, где-то, как бы, были дела у них, и все. А так, я, больше я его не видела, потому что я в Беларуси, а он в Москве был. Ну, и все, и тут потом, короче, я начала изначально, я, что, у меня практика очень хорошая, я еще использовала очень сильно любовную магию, потому что на то время это очень был какой-то писк вообще в этом всем. Да, ты или треугольники, или обычно, вот именно, то есть, как бы, девчонки хотели приворожить. Вот это первое, такое сильное-сильное начало у меня было. То есть, как бы, результаты хорошие, но я еще, просто некоторые моменты я брала, которые я не должна была брать. И плюс еще я использовала воду. То есть, на данный момент я уже от этого всего отошла. То есть, естественно, как бы, и самооценка, и плюс, как бы, пересмотрела все. Стала заниматься, ну, отсеяла некоторые виды своего искусства. Так. И вы знаете, что очень, во-первых, использовала тоже не только, как бы, магию, у меня, как бы, и плюс еще были целительское направление, очень, потому что очень хорошо мне получалось лечить. Как бы, даже вот медики просто иногда вот постоянно звонили по, если вдруг какая-то идет операция, они обязательно, они перед тем, чтобы вот именно проделать операцию, звонили, могли ночью позвонить. То есть, они... Консультировались именно правильно? Да, если ночью, получается, операция, значит, ночью они меня могли разбудить, там, и в 3, и в 4 утра, и в 5 утра, ну, то есть, как бы, днем, ладно, но ночью тоже могли побеспокоить. То есть, и давала консультацию, давала, как бы, направление, и все, слава Богу, получалось, ну, как бы, очень много, как бы, спасла детей, таким образом, родившихся, потому что очень были сложные роды, очень были, ну, то есть, как бы, операции, это тоже, как бы, как бы, было. И хирурги тоже, ну, то есть, как бы, по различным органам. Ну, а так, в принципе, тоже, салон тоже, как бы, работала, и в медцентре тоже было такое, что у нас, как бы, потом, как бы, отошла немножечко, и работала с медцентрами тоже. Ну, то есть, как бы, используя ту же литто, фито, арома и уринотерапию. То есть, как бы, так. А, как бы, пришло время, вот, именно, как бы, медицину отделили от нетрадиционной медицины, ну, как бы, ушла уже, как бы, в другое направление. Ну, что ж, хорошо, Инесса, очень интересно, вы все это так рассказываете. Давайте теперь посмотрим, вот, практику. Мне очень нравится, как вы гадаете на картах, Леннерман, вас карты слушаются, и это, наверное, самая мощная практика, которую вы совершаете, как я понимаю, да? Одна из, скажем, тех практик, которую вы знаете очень хорошо, и которая у вас реально получается, правильно? Ну, да. Значит, еще раз, пару слов буквально о раскладе Леннерман, о картах Леннерман. Буквально пару слов, чтобы наши радиослушатели, которые не слышали наших прошлых передач, были в курсе, что колода Леннерман, это немножко другие карты, правильно? Это не самые гадальные карты, которые, вот, ну, не самые, извините, игральные карты, это гадальные карты. Расскажите, вот, пару слов буквально. Значит, я думаю, что вот именно, как бы, уже в прошлой передаче говорила, что эти карты произошли вообще в Франции. Как бы Мария Леннерман их издала, девочка, которая была, она, как бы, инвалидом, она, то есть, увлекалась всеми оккультными, как бы, науками. И, просто-напросто, на обычных цыганских картах она нарисовала, как бы, там образы, образы, имеющие какое-то двойное значение. То есть, они имели, как бы, значение, как и цыганских карт, они имеют значение, вот, именно, то есть, по картинкам. То есть, картинки там все, в основном, они такие хорошие, добрые, то есть, есть единичные карты, которые, то есть, ну, как бы, имеют какое-то нехорошее значение. Но вообще, на самом деле, среди всех, вот именно то, что касается, как бы, Таро, Рун, самые мягкие карты, самые безобидные и самые хорошие карты. Ну что ж, дорогие друзья, хочу напомнить вам, что на радиостанции Сангейтс у нас сегодня передача Терра Инкогнито, и с вами Инесса Алиева, Марк, парапсихолог, экстрасенс, Рунолог, Таролог и прочее. И сейчас она специально для вас, дорогие друзья, применит свое искусство и посмотрит судьбу мою на год. Я выступаю тут в роли экспериментального котика, скажем так, вот на всех программах. Ну что ж, такова участь ведущего. Итак, Инесса, что же нам скажут про мой год, который, то есть на мои 12 месяцев, да, не то, что год, а вот 12 месяцев, начиная вот с этого дня, что же скажут карты? Каким же будет у меня год, что меня в нем ожидает? Прошлый расклад был по диагностике негатива, по всему остальному. Сейчас хорошо сделаем расклад на целый год. Да. Мне очень интересно, что скажут ваши карты. Сейчас. Ну а пока я напомню телефон прямого эфира 847-226-9956. Пока Инесса раскладывает свою колоду, я просто хочу еще раз напомнить о том, что на волнах радиостанции Сангейтс вы никогда не услышите ни рекламы, ни политики. У нас только темы, которые связаны с духовностью, со всем самым интересным, потому что мы хотим для наших радиослушателей только самого лучшего. Итак, Инесса, что же мы видим? Да, секундочку, подождите. Да, 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 конечно. Памесячно. Приятного аппетита. Ну, благодарствую, но я всего лишь пью кофе. Но все равно, я тоже приятного аппетита. Благодарю, спасибо. Почтем за благословение. Так, что скажу вам, Владимир, в январь месяц очень благоприятный. Очень благоприятный. Благоприятный для вас. Найс, хорошо. Как бы, возможно, может быть какая-то еще и поездка у вас, и может быть какая-то хорошая новость. Very good and very good. Дальше, в февраль месяц у вас могут зачаться какие-то любовные отношения. Как интересно, так. Что-то, что-то, что-то. Значит, финансовый план может как-то измениться, то есть будет какая-то, не знаю, ну, как бы прибыль. Может это касаться любого бизнеса, любого, как бы, направления. Но этот поток денег будет очень довольно-таки неплохой. Очень-очень. Так. Так, значит, и еще в какой-то степени может финансово вам улыбнуться, подфартит, короче. То есть, как бы, возможно, так информация, может, вы будете подшаманивать чем-то, потому что следующий год он получается высокосный. А февраль месяц, это, как бы, получается, заканчивается старый год, начинается новый год. Возможно, так как вы тоже какими-то техниками владеете, что-то у вас будет такое. То есть, очень благоприятно, возможно, такое, что на весь год. Так. Вы заложите информацию о финансах, и немаленьких финансах, довольно-таки очень-очень больших. Вы даже можете это записать, что мы говорим. Спасибо. Ну, вы знаете, эта передача будет в эфире, и мы ее потом снимем, поставим ее на YouTube, и она будет вообще находиться в доступном просмотре. Все ее слушатели могут взять, послушать, и потом сравнить. И оставим ее для истории, конечно же. Так, дальше. Значит, март месяц. Немножечко будет какой-то, как бы, у вас будет затруднительность какая-то. Так. То есть, не сильная. Может, это затруднительность. То есть, возможно, такое, что это коснется чуть-чуть здоровья вашего. Но это все, как бы, разрешимая проблема. Так. Так, значит, будет еще какой-то момент у вас с выбором каким-то. То есть, будет такой-то неразрешенный вопрос. И вот, ну, колебания будут такие, что вы, в принципе, ну, как бы, будете колебаться. Но колебания, они, возможно, такое, что если это по здоровью касается, может, какая-то, что-то это будет с косметической какой-то операцией. Может, это будет, как бы, как и плантанты будут вставляться. Или еще что-то. Ну, пускай лучше тогда это будет зуб. Я понял. Это несложно, это не проблемное. Хорошо, хорошо. Спасибо. Что у нас дальше? Апрель. Апрель спокойный, хороший. Возможно, такое, что, в принципе, вы, возможно, может, со своей дочкой и супругой, возможно, куда-то выехать. То есть, это, возможно, такое, что это будет, как бы, с друзьями связано. Ну, то есть, тоже очень хороший месяц. Окей. Так, значит, сейчас, подождите. Май. Значит, так. В мае, возможно, у вас, как бы, будет какая-то ситуация. Не разберешься с какой-то вот именно чисто... Ну, то есть, как бы, по всем вот этим месяцам, что касается, января очень прекрасный, февраль прекрасный. Значит, февраль-март, март немножечко такой будет, как бы, проблемным. Возможно, это какое-то по здоровью, какой-то вопросик. Апрель великолепный. Возможно, может быть, какое-то или путешествие, или к друзьям, или этот. Ну, то есть, как бы, что-то связано будет, может быть, с поездкой. Ну, а это касаться буквенно-семейного плана, именно с Мишелечкой вашей. Да. Так, дальше, что хочу сказать еще. Здесь, так, значит, марта, апреля, май. Май. Май, довольно-таки, немножечко он у вас будет какой-то такой, ну, можно сказать, проблемный. Каким образом? То есть, у вас будет какая-то ломка в душе. Нет, я имею в виду в душе. Да. Как бы, колебание такое. Да. Да. Что это будет касаться какой-то темной женщины. Не знаю, у вас с этим человеком будет что-то связано. Возможно, может, это с работой. Возможно, это будет связано. Как бы, может, что-то будете с этим человеком начинать. Ну, или вам надо будет просто как-то перестроиться. Бизнес какой-то. Возможно, такое, да. Ну, то есть, или вы просто отсеиваете этого человека, как я, как хороните, да, убираете со своей, как бы, вообще, жизни. Потому что, ну, что-то будет не очень хорошее с этим человеком. Значит, так, сейчас скажу еще, значит, это был май, июль. Значит, июль. Получается, будьте, вот июнь вы аккуратно, обязательно июнь вы побудьте где-то в спящем режиме. Почему? Потому что он для вас очень нехороший. Что касается финансов, что касается здоровья, что касается, вот это обязательно тоже запиши. Да? Это, ну, реальный расклад, это, ну, как бы, не то, что это, как бы, игра, это действительно открытый расклад. Поэтому вот это тоже запомнил, Владимир. Значит, так. Мне кажется, а что у нас там выпало? То есть, что именно нужно быть осторожным? Почему? Какие карты? Значит, финансово, финансово, что касается здоровья, вообще июль месяц спящего режима. Я понял. То есть, не очень... Никаких движок, никаких движок. И еще получишь, короче, какое-то разочарование, это тоже будет какая-то темная женщина. Перед этим была темная, она очень темная, так. А здесь она получается, как, как вам сказать, как крестовая, как, ну, то есть, как бы, но... Именно, то есть, может быть, это мешаная кровь, может, это будет, ну, как бы, как еврейка, там, или другая нация, но мешаная, ну, с кровью, как бы, евреев, да? Окей. Значит, так. Так, июль. Июль месяц, июль месяц, отработка каких-то кармических вопросиков. Значит, он не скажет, что он очень плохой, но как ты поступишь? Так оно и будет, так. Ну, то есть, будешь хорошие дела делать, будешь, ну, значит, все, оно пойдет нормально. Так, и новое знакомство с очень-очень хорошим человеком. Человек в возрасте, человек, он седой, очень состоятельный, очень-очень-очень умный. И человек, который, возможно, тебе в жизни какую-то роль сыграет. Возможно, это будет хорошее предложение. И когда-то я... Человек, это у нас король или дама? Король. Король какой? Бубновый? Король пиковый. Пиковый. Окей, хорошо. Да, это, возможно, еврей тоже, или, возможно, человек, ну, это не арабского, это вот бывшего выходца, может быть, Советского Союза. Хорошо. Так, значит, и еще, помните, я когда-то говорила, что в прошлый расклад, что, возможно, у вас еще появится какое-то жилье. Да. Если вы помните. Да, да, да. Значит, это, в принципе, вот сейчас какое-то, может быть, тоже предложение в июле, связанное что-то с каким-то жильем или офисом приобретения. Да, я понял. Хорошо. Значит, в событии отработка кармического тоже. Ваши добрые дела, июль месяц. Я понял. Значит, так, август месяц. Август месяц, возможно, как бы, какое-то воздействие негативное. Или, может быть, просто встретиться с человеком, который просто не идет негативно, сам по себе негативчик такой. Ну, стараться, как бы, присматриваться к людям. Так. Будет какое-то предложение, и будет еще, опять же, какой-то проблеск в каком-то начинании. Так, значит, сентябрь. Сентябрь довольно-таки удачный и мудрый. Сентябрь будет какая-то. То есть, как подпитка такая у вас будет. Сентябрь. Так, значит, октябрь. Я потом обобщу и скажу, какие для вас очень благоприятные месяцы. Да, хорошо. Значит так, октябрь, да, я сказала? Да. Значит, октябрь. Октябрь вокруг будут какие-то крутиться немножко мальчики-воинтеристики. Угу. Какие-то маленькие аферки или просто пустогоны. Угу. То есть, особо на этот месяц никаких, ни предложений, никаких, как бы, не воспринимайте. Так, хорошо. Это будет ветер. Угу. Так, значит, ноябрь. Ноябрь, возможно, какое-то у вас путешествие тоже. Угу. И довольно, если с ребенком это не сильно далекая поездка будет у вас в апреле. Да. Так, то здесь в ноябре довольно-таки, это не семейная поездка, возможно, такое, что, это довольно-таки будет какое-то далекое. Ну, это могут быть гастроли, например, да. Может быть, да. Но аккуратно, потому что можешь проиграть. Будет какой-то стопор. Будет какая-то стена, которая тебе, ну, подшамань, что могу сказать, Вобочка. Хорошо. Чтобы открылись все дороги. Да, разберемся со стенами. Разберемся. Так. Значит, что еще в декабре скажу тебе? Да. Декабрь, Вова, неплохой. Маленькие такие, маленькие неприятности, маленькие, маленькие, маленькие. И, ну, у тебя в декабре будет какое-то учение. Возможно, такое, я смотрю, ты мальчик очень-очень разносторонний, всюду свой носик суешь, тебе все интересно, любознательный, умничка. Но еще какое-то тоже будет у тебя новое познание. То есть новое направление может быть. Направление. Хорошо. Да, очень хорошо работает мозг, очень. Ты на ходу перестраиваешься, просто перестраиваешься. Так. И у нас остался последний, кажется, месяц, да? Нет, это я по декабрю тебе скажу. Декабрь, окей. Значит, смотри, теперь я подытожу и скажу, какие для тебя благоприятные месяца. Итак. Значит, так, январь, февраль. Так, январь, февраль, апрель. Так, апрель. Так, 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 так. Сентябрь. Ноябрь. Угу. И, возможно, немного декабря. Если, еще если отобьешься от какого-то негативчика, от этого негативного человечка, то это, возможно, еще и август. Угу. Все? Ну да, спасибо. Это практически вопросики, можно задавать. Значит, вопрос. Я вот тут... Я карты слаживаю? Пока можно не складывать. Вопрос. Ой, я их уже сбила, но, в принципе, я помню. Да, 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 можно карты сложить, да. Вот, например, вопрос. Каких-то жизненных потрясений, то есть, пока у меня в этот год не будет, правильно? То есть, ничего особо серьезного, хотя один месяц мне там не понравился. Вот так энергетически. Я бы могла тебе просто-напросто показать карты и, в принципе, какой тебе месяц, ты мне напомнишь, что я тебе сказала? В котором мне надо быть очень аккуратненьким. Очень аккуратненько, это, по ходу, наверное, так, январь-февраль, мартик, по-моему. А можно, да, разложить именно, в чем аккуратность, в чем надо опасаться, там, автомобильные аварии, или, там, лихих людей, или здоровье, или что, что... Все вместе, вот, все вместе, вспомнила, это первая половина года, это все вместе, это касалось и здоровья, я же тебе сказала, это касалось и любых каких-то движений, да, и финансового плана, всего. То есть, весь месяц будет такой кривой, да? Да, 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 я вот, типа, почему сказала, запиши, потому что я сбила, но я точно помню, потому что это первая половина этого года, как бы, плохая. А вот еще вопрос, вот еще вопрос, раз уж у нас карты активные, карты так правильно все говорят, вот я сейчас решил делать, выпустить свой музыкальный альбом и сделать, опять вспомнить свои былые времена, и заняться концертно-кастрольной деятельностью на территории Белорусской и Российской Федерации, то есть страны Республики Беларусь и России. Вот я хочу опять стать музыкантом, скажем так, то есть не то, что стать музыкантом, а начать свою концертно-кастрольную деятельность, выпустить альбом, у меня несколько альбомов есть, которые я хочу выпустить, они два разных альбома, один шансонового направления, второй более популярная музыка. Вот я бы хотел знать, но все практически экстрасенсы сказали мне, в этом году ничего такого не делать, не делать никаких начинаний. И вообще, как вообще вот сложится моя концертно-кастрольная деятельность, моя музыкальная деятельность, и когда вот мне это все лучше делать? Вот мой вопрос. Сейчас, секундочку. И получится ли вообще опять вот у меня этот взлет музыкальный? Дождите секундочку. Смогу ли я второй раз забраться на этот Олимп? Потому что один раз я уже там когда-то... Я хочу сказать, Владимир, извините, что я перебила, значит, я вам скажу одно, в этом году никаких начинаний, следующее, вот, если вторая половина года, вы можете что-то предпринимать, начинать. Значит, что хочу сказать, здесь, получается, взлет у вас будет, но не на белорусской эстраде. Нет, не на белорусской точно, это Россия стопроцентная. Нет, не на белорусской эстраде, но у вас, в принципе, взлет еще может быть, да. Угу. Так. И что еще карты могут сказать по этому поводу? Сейчас, секундочку. Давайте я задам вопрос картам. Будет ли успех? Да. Да. Будет ли какой-то карьерный вопрос и успех? Да. Так, Владимир, что хочу сказать, значит, изначально, может, будут большие потери, или не найдете того человека, человека или компаньона, с кем вы можете нормально работать, но, в принципе, результат хороший. Просто единственное, что в своих каких-то вот именно людях, с кем вы будете иметь дело, вы присматриваетесь, или делаете как-то или расклады, или как-то немножечко чуйкой, как бы срабатываете, но толк будет. То есть заниматься, то есть это скорее да, чем нет, правильно? Скорее да. Скорее да. Но это немножко надо времени. Ну, время, да, время такой фактор, я знаю, что надо время. То есть я бы уже давно вот выпустился бы, если бы, ну, чувствовал, что время пришло, но сейчас пока время не пришло. Я вам скажу, знаете, что немножечко маленького подсказка. Так. Короче, вы просто немножечко анализируете, вот именно, отнимаете 12 лет. И анализируете, я думаю, что вы тоже это знаете, анализируете, какой у вас год был тот, который прошлый, да? Значит, вы вспоминать должны те моменты, которые были в тех годах, что с вами происходило. Так. И эти года вы просто, когда анализируете, вы должны в них внести дополнение и какой-то плюс. Не понимаю, ну-ка, ну-ка, разверните тему. Итак. Значит, смотрите, вот, к примеру, там сейчас год какой у нас, 2015. 15-й. Отнимите 12 лет, это 2003 год. Так. Значит, вспомните, 2003 год, вы начинали уже в Америке. Был очень тяжелый год. Вообще, жутчайше тяжелый, да. Жутчайше. У меня был очень тяжелый старт в этой стране. Я просто к чему говорю, что вот вы каждый месяц просто, да, вспоминайте, что, как у вас было в том году, ну, в те годы. Так. Да, в тот год. Так. И если у вас какие-то были минусы, значит, вы эти минусы должны исправлять и идти выше. То есть, они похожи будут эти года. Они похожи. То есть, каждый год от 12 лет назад будет похожим, да? Да, 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 да. Как и мода. Она меняет, она как бы проходит, она заново возвращается. Только со своими дополнениями. Ну, 12 лет много, то есть, год у меня был тяжелый. А через год опять, типа, 12 лет? То есть, а, вот так вот, каждый год, каждый 12-й год равен тому 12-му году, который был, да? Да, совершенно верно, да. То есть, вы просто проанализируете, посмотрите. Просто, и оно немножечко будет, судьба похожа, и вы спали. Ну, так, болею я. Ну, это такое. Не смертельно. Не надо. Не надо. Я понял. Ну, что ж, хорошо. Ну, и давайте еще третье, наверное, посмотрим. Здоровье. Давайте. Здоровье и удачу. Вот, если можно так это посмотреть. Или это так и работает? Удачу я не люблю смотреть обычно. Потому что удачу мы сами создаем. Ну, хорошо. Давайте здоровье посмотрим. Давайте лучше здоровье, я вам лучше скажу. Потому что удача, она как бы такая... Штука переменчивая, согласен. Поэтому... Давайте здоровье посмотрим. Ну, что, Волочка, что я вам хочу сказать. Здоровье как бык, но единственное, что вот ранимое-ранимое месточка. Печеночка и суставчики. Поправим. Предупредел, значит, спасен. Немножко периодически делаете чистки. Потому что очень много, как бы, бывает в голове наплывов таких, что тяжелое-то много. Вот это все. Остальное, в принципе, нормалек. Очень большая загрузка, как в компьютере. Перенасыщение информации. Ну, такова работа. Есть забывчивость. Ну, специфика работы моей такова, что в голове приходится держать очень много. Это правда. И от этого никуда не деться. Ну, а так жить будете. Хорошо, да. Я же, по-моему, тогда раскладела. За 80 вы живите. Да, 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 да. И очень... Выдите нагадали 78, по-моему, да? Там, да. Ну, 72 я себе нагадал. И другие экстрасенсы, которые тоже появляются, то и дело, в нашем эфире, как грибы после дождя, благодаря ИНС вам, они тоже нагадали мне долгую жизнь. Но уж насколько она будет счастливой, будет зависеть все-таки тоже, наверное, немножко от меня, от того, как я, да, буду себя в этой жизни вести. Да, это, конечно, ну, то есть, что посеешь, то и пожнешь. Ну, что ж, ИНС, огромное вам спасибо за такую интересную, увлекательную передачу. Вот. У нас получились две замечательные части. Я эту передачу потом разделю на две части. Обязательно вот-вот, как только мы ее сделаем и досыпаем все остальное, мы ее тут же выложим в YouTube, и все наши уважаемые радиослушатели и зрители, которые смотрят нас в системе интернета, они могут в YouTube, они могут эту передачу скачать и посмотреть, как ИНС работает вживую, вот, по-настоящему. Самый вот, что ИНС есть, такой пример хороший. Вот. Ну, а в следующий раз, я думаю, может быть, вы нам еще что-нибудь продемонстрируете из своих искусств, то есть, какой-нибудь там снятию какой-нибудь порчи, потому что я, или там, с глаза, или еще что-нибудь. Вот. Замечательно. Что ж, ИНС, огромное вам спасибо. Хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что это была передача Терра Инкогнито. С вами была Инесса Алиева, маг, парапсихолог, экстрасенс, таролог, рунолог и просто замечательный человек на волнах радиостанции «Сангейтс» и ваш покорный слуга Владимир Гершанов. Телефон прямого эфира 847-226-9956. Звоните нам, пожалуйста, задавайте свои вопросы. До новых встреч, дорогие друзья. Спасибо, Инесса, огромное. До свидания. Всего доброго, хорошего дня. До свидания. Благодарю.